Здравствуйте! С вами новости спорта в студии Илья Вихарев. Первенство России по летнему биатлону среди спортсменов 18-19 лет завершилось. В выходные дни в Ижевске прошли последние гонки первенства спринт и эстафеты. Как это было и кто стал сильнейшим, узнаете в нашем сюжете. 12,5 километров по трассе и 4 огневых рубежа. Формула успеха в этой королевской биатлонной гонке не только быстрый ход, но и меткость. Цена каждого промаха 45 секунд к финишному времени на тренерском мостике. Наставники по стрельбе говорят, залог успеха, меткость стрельбы известен каждому спортсмену. Мешает, как правило, психология. Все равно ты должен в гонке работать так, как ты работаешь на тренировках, как ты привык работать, чтобы для тебя было комфортно. И главное дело, это самое, подойти к огневому рубежу не очень быстро, чтобы не задохнуться и чтобы пульсации не было чуть-чуть большой. Для стрельбы в этот день способствовала и погода, полный штиль. Однако отработать на ноль в гонке удалось лишь ее победителю. Многих подвел так называемый в биатлоне пятый выстрел, а он признак психологической готовности спортсмена. Теряется некоторая концентрация, как бы вот уходит, так уже вроде все, да, 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 попадаешь, попадаешь. И чуть-чуть где-то вот контроль потерял, либо в обработке спускового крючка, либо, значит, удержание прицельной линии, чуть, значит, отклонение. А у нас достаточно там одного миллиметра, и уже пуля идет мимо. Поэтому вот такие вот моменты, они бывают, что теряют некоторую концентрацию, так сказать, средоточенность, и не хватает на пятый выстрел. Ярослав Конкин, Михаил Марилов и Олег Домичек. Именно эти спортсмены заняли места на призовом подиуме. Разница в результатах победителя и серебряного призера – 49 секунд. Как раз цена одного промаха. Я работал так же, как обычно, но что-то пошло не так. Выбросил на три часа где-то. Бывают выбросы у меня на тренировках. Вот сыграла самую злую шутку. Завершилось первенство России эстафетными гонками среди юношей и девушек. Чемпионами в этом виде программы стали сборные Башкирии и Свердловской области. Юношеская команда нашей республики заняла четвертое место. Второй состав женской сборной Удмуртии на финише был девятым. Отлично выступила на всероссийских соревнованиях по настольному теннису в Самаре ижевчанка Дарья Котова, воспитанница четвертой спортивной школы, заняла на этом турнире первое место, с чем мы ее и тренера Наталью Владыкину поздравляем. А в Ижевске на комплексе Кулаковой завершилось первенство страны по лыжероллерам среди спортсменов-любителей. Представители 14 регионов боролись за медали как в личном, так и командном зачете. Сборная Удмуртии в итоге заняла второе место, пропустив вперед себя команду из Татарстана. Второй состав нашей сборной стал четвертым. Чемпионат Удмуртии в режиме онлайн и без зрителей. Пока в таком формате проводят соревнования наши стрелки. Участие в республиканском турнире приняли спортсмены из столицы республики, а также Глазово и Сарапула. Наша съемочная группа побывала в Ижевском стрелковом тире. Сегодня мало что изменилось. На вневом рубеже раздаются те же команды, те же сдержанные эмоции спортсменов, когда они точно попадают в цель. Хотя на самом деле внутри бушуют страсти. Просто нужно уметь их сдерживать, говорят. Атлеты – это один из залогов успеха. Задачи я ставлю себе такие, что я должна работать над каждым выстрелом. Я должна встать, приготовиться, поставить себе внутренне, поднять пистолет и уже быть готова к выстрелу и нажать пальцы. В тире только ижевские стрелки, спортсмены из других районов и городов республики соревнуются у себя дома. Такой формат соревнований в онлайн-режиме теперь актуален. Старший тренер сборной Удмуртии Владимир Лукин говорит, эпидемиологическая обстановка заставляет искать новые формы проведения турниров. В таком формате проводит сегодня соревнования Конфедерация стрелкового спорта Европы. Лукин пошел по этому же пути. И тут, значит, тоже думаю, а что же мы тогда можем тоже так же провести соревнования. То есть пусть ко мне не приедут, у меня не приедут из Глаза, не приедут из Сарапала спортсмены, они дома посоревнуются. Мы объединим все эти протоколы и увидим потом результат. Потому что все ждут, ждут, ждут. Ребятам хочется разряды выполнить, тем более учебные года заканчиваются, переводы надо сделать. А мы не можем оттолкнуться от чего-то. Ничего особенного, каждый стреляет в своем темпе. Какие ты свои задачи ставишь и выполняешь на этом чемпионате? Просто пострелять в свой стабильный результат и не провалиться ниже среднего. Хочу добиться контроля качества и все. Чиликов на чемпионате завоевал две золотые медали в стрельбе из пневматического и матчевого пистолета. Он сегодня лидер нашей команды. Ему еще 19 лет только, а он член сборной команды страны среди взрослых. Он чемпион Европы среди взрослых. В этом году, в 2020 году, у нас в феврале был чемпионат Европы, он получил золотую медаль. Его держат в основном составе и готовится уже весь год там в основном составе. Стала чемпионкой Удмуртии призера Олимпийских игр Наталья Подерина. В стрельбе из пневматической винтовки выиграли Виктория Исаева и Антон Товарнов. В конце ноября в Ижевске планируют провести Кубок России. И даты предварительные. Еще одна хорошая весть. Девушки Ижевской школы номер 100 стали победителями всероссийского финала проекта «Минифутбол в школу» впервые в истории этого турнира. В финале наши футболистки возраста 15 и 16 лет обыграли со счетом 1-0 соперниц из Хабаровска. А капитан нашей команды Татьяна Трефилова была признана лучшим игроком соревнований. На этом все. Будьте здоровы и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин